Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Станислав Бондаренко – талантливый и красивый любимец публики российского кино, а также трижды отец. Сейчас на просторах российского кино есть много талантливых актеров и актрис. Нельзя не отметить российского актера театра и кино Станислава Геннадьевича Бондаренко, который родился 02.07.1985 года в Запорожской области, Украина, город Днепрородное. У актера яркая и выразительная внешность, и очень часто в фильмах он появляется в образе покорителя женских сердец. Правда, есть и исключения. Хочется немного коснуться сериала «Большое небо», который вышел в 2021 году. Он произвел на многих зрителей очень сильное впечатление. Это российский мелодраматический сериал. Действие происходит в Сибири в 80-е годы. В сюжете этого фильма повествуется, как два летчика, которые служат вместе в отряде, Сергей Ющенко и Виктор Чертков, дружат и делятся своими секретами и невзгодами друг с другом. У Виктора, который является опытным пилотом, есть жена. Однако это ему не мешает приударить за другими красавицами, и поэтому у Виктора есть репутация ловеласа. Друг Виктора Сергей, наоборот, очень скромный, стеснительный и интеллигентный парень, который постоянно учится, занимается спортом и опекает свою младшую сестру, которая учится на врача. Фильм «Большое небо» рассказывает о непростой судьбе двух друзей-летчиков, о любви, ненависти и все-таки о мужской дружбе и товариществе. От себя хочу добавить, что этот сериал снят замечательно и в духе того времени. Смотрится эта кинокартина очень легко. С самых первых минут мы окунаемся в эпоху советского времени. Сама игра актеров Алексея Демидова и Станислава Бондаренко, которые сыграли двух друзей-летчиков, была изображена очень реалистично и очень жизненно. Еще хочется рассказать об одном сериале «Во имя любви» 2015 года. Фильм рассказывает о девушке Насти, которая имеет редкую щедрую душу и помогает всем людям вокруг. Настя встречает Андрея и верит в его любовь. Однако ее подлая подруга Светлана уводит любимого и разрушает ее мечты. По трагической случайности у Андрея открываются глаза, и парень понимает, что по глупости потерял настоящее сокровище – Настю. Этот сериал не могу назвать просто хорошим. Для меня он очень хороший. А самый главный герой Станислав Бондаренко безупречно и талантливо сыграл свою роль. Кроме красивых внешних данных, Бондаренко еще обладает огромной харизмой и, конечно же, талантом. Все фильмы с участием этого актера лично я смотрю с удовольствием, даже если и сам фильм слабенький. За счет Бондаренко он становится хорошим. Станислав очень естественен в своих ролях и словно проживает каждую роль. Он очень востребован у режиссеров и любим зрителями. Когда в интервью у него спросили, от какой роли он смог бы отказаться и почему, то Станислав ответил, что наотрез отказался бы от фильма, где нужно было убивать по национальным признакам. Станислав отказывается от ролей, где нужно быть просто красавцем и при этом актерские данные никак не учитываются. Сезда экрана уже трижды папа. От первого брака он воспитывает сына Марка, от второго – двух дочерей – Микаэлу и Алексию. Станислав несуеверный человек и не боится делиться в соцсетях фотографиями своих наследников. Дорогие друзья, какие фильмы со Станиславом Бондаренко вам нравятся больше всего? И вообще, нравится вам этот актер или нет? Пишите свое мнение в комментариях, обязательно всем отвечу. Всех благодарю за внимание. Желаю вам самого доброго, всего самого замечательного. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»